Как отправить врачей в село? Не по долгу службы, а по желанию. Для решения этой проблемы с 2012 года для молодых специалистов в области здравоохранения предлагается участие в программе «Земский доктор». Об этом говорил на встрече в Медицинском университете и глава Республики Владимир Васильев. Он также принял участие в открытии спортивной площадки вуза. Все подробности в сюжете Луиза Раджабовой. Здоровый образ жизни там, где учат об этом самом здоровье, заботятся. Современную спортивную площадку открыли возле общежития для иностранных студентов. Она построена в рамках проекта ДГМО «Территория здорового образа жизни». Это стал четвертый спортивный объект, сданный по данной программе. Девочкам баскетбольной команды вуза теперь есть где тренироваться. Нам, по идее, площадка очень понравилась, и мы благодарны вузу, что они уделили внимание спортсменам, чтобы они дальше могли достигать своих целей поставленных, могли защищать честь вуза, показывать свои достижения. Далее в конференц-зале вуза обсудили важный для университета и республики вопрос по трудоустройству молодых специалистов. Обращаясь к студентам, Владимир Васильев напомнил о программе «Земский доктор». Огромное внимание уделяется улучшению качества медицинской помощи и повышению ее доступности не только в городах, но и в районах. Однако сменить городской комфортные сельские пейзажи молодые специалисты еще не спешат. По официальным данным, ежегодно в республике выпускают около 6 тысяч медицинских специалистов. Найти работу удается половине. Тем не менее, в среднем в селах бывает до 60 свободных вакансий. Программа «Земский доктор» призвана решить эту проблему. Я приехала с Москвы специально на родину для того, чтобы устроиться «Земским доктором». Во-первых, это и подмога в материальном плане. Многие люди могут, особенно молодые специалисты, решить много каких-то там жилищных проблем или материальных проблем. Благодаря этому миллиону. Речь идет о селе, все представляют себе что-то страшное, что-то нереальное. Ну, когда они уже увидят, столкнутся, что в принципе-то сельские больницы, они ничем не отличаются от городских. Васильев напомнил о необходимости проводить как можно больше высокотехнологичных операций в Махачкале, чтобы освободить людей от дальних и затратных поездок в другие города России. В общем, в дагестанской медицине есть куда расти и развиваться. И одна из главных задач в этом плане стоит и перед Медицинским университетом. Выпускать подготовленные профессиональные кадры, которые в перспективе будут работать в местных лечебных учреждениях. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.